автомобиль это не бумбокс а средство передвижения хотя некоторые могут поспорить с таким утверждением в любом случае приятно когда в поездке можно слушать любимую музыку в хорошем качестве в этом ролике расскажем какими средствами и как улучшить звук в автомобиле а также о некоторых подводных камнях которые могут встретиться в процессе и так нас не устраивает стандартный звук в автомобиле решать эту проблему можно несколькими способами шумоизоляция замена динамиков и установка сабвуфера вот в этом ролике мы уже рассказывали как и зачем делать шумоизоляцию а сейчас про динамики они бывают двух видов коаксиальные и компонентные разница между ними в компоновке излучателей у коаксиалов высокочастотный излучатель twitter совмещен с мидбасом у компонентных они раздельны коаксиалы удобны в монтаже буквально вытащил стандартный динамик и вставил новый готово но чтобы хорошо слышать высокие частоты twitter все-таки должен быть где-то на уровне головы а не ног поэтому если качество звука в приоритете то лучше выбрать компонентный мидбас на место стандартного динамика а твиттеру надо искать место где-то повыше на панели или двери в некоторых автомобилях такие места уже есть завода но все равно придется придумать как его там закрепить а еще кроссовер такая коробочка которая разводит сигнал от магнитолы между твиттером и мидбасом ему тоже надо найти место и провести от него провода к динамикам так что да хлопот с установкой тут больше но звук точно будет детальнее и чище чем у коаксиальных по возможности спереди автомобиля лучше ставить компоненты ну а сзади можно и коаксиалы по картинкам на сайте не всегда понятен физический размер динамика а это важный параметр чаще всего в автомобилях можно встретить динамики размером 6 половиной дюймов то есть 16 с половиной сантиметров у автомобилей бизнес-класса иногда в дверях стоят вот такие овалы компактных и бюджетных автомобилях могут стоять 4 или 5 дюймовый то есть 10 или 13 сантиметровые встречаются и вот такие курьезные варианты когда посадочный размер 16 а сам динамик 10 поэтому если уж и менять то на максимально возможный размер в автозвуке почти всегда работает правило больше лучше если не уверены какой размер вам нужен то есть смысл снять обшивку с двери измерить динамик перед тем как определяться с выбором чтобы динамики заиграли головное устройство должно подать на них сигнал либо со встроенного усилителя либо через внешний мощность встроенного ограничена по питанию сечением проводов и физическими размерами панели а вот для внешних усилителей таких ограничений нет питаются толстыми проводами прямо от аккумулятора и могут себе позволить просторные металлические корпуса для хорошего теплоотвода с этой самой мощностью усилителей и динамиков все не так просто у магнитолы в характеристиках написано 50 ватт на 4 подразумевается что встроенный усилитель может на каждый из четырех динамиков подать аудиосигнал мощностью до 50 ватт соответственно динамики должны быть способны переварить эту мощность но есть нюанс если углубиться в изучении инструкции магнитолы можно понять что цифра 50 ватт на канал это так называемая максимальная мощность по факту продолжительное время устройство может выдавать не больше двадцати двух ватт на канал это эта цифра просто на пределе возможностей встроенных усилителей скорее всего тут не больше 16 18 ватт это так называемая rms мощность то есть если и ориентироваться на какие-то цифры мощности то только на эту самую rms они максимальную которую часто крупным шрифтом пишут на упаковке в любом случае так или иначе звук воспроизводить будут любые динамики с любым усилителем проблемы могут проявиться при увеличении громкости например если к магнитоле подключить динамики ватт на 100 то встроенный усилитель очень быстро упрется в лимит своих пусть даже 22 ватт и будет вместо чистого сигнала давать лютые искажения или обратная ситуация мощный внешний усилитель будет перегружать слабые динамики в обоих случаях вместо чистого звука будут хрипения прострелы щелчки и вообще это чревато выходом динамиков из строя оптимальным вариантом будет когда rms мощность динамиков и усилителя плюс-минус находится на одном уровне чуть больше чуть меньше не страшно но если разница больше чем два раза наваливать громкость надо аккуратно ok допустим с типом размером и мощностью динамиков определились давайте подключать если питаются динамики от головного устройства то используем заводскую проводку при подключении важно не перепутать какой из проводов плюс а какой минус выяснить это можно с помощью электросхемы вашего автомобиля или вот такого лайфхака подсоединяем контактом стандартного динамика подсевшую полутора вольтовую батарейку и смотрим куда движется диффузор если вверх значит вот тут плюс вот тут минус стандартную фишку увы придется отрезать можно конечно и просто припаять провода к контактам динамика но гораздо удобнее обжать вот такие клемки чтобы они одевались и снимались контактов по необходимости если же динамики будут питаться от усилителя то предстоит увлекательный процесс надо придумать где его расположить и надо придумать где положить провода каждому из динамиков а потом еще просунуть их в пыльники дверей ну и тут тоже плюс плюс у минус минусу подключили теперь надо установить у разных автомобилей крепления динамиков будут отличаться в нашем варианте он крепится на три шурупа новый динамик несмотря на обилие крепежных отверстий просто так на место старого не поставить а еще обратим внимание что новый выше старого сидеть в двери будет глубже и может даже мешать стеклу при его опускании поэтому требуется проставка ее можно самому вырезать из фанеры или приобрести универсальную в магазине из-за проставки иногда может случаться так что динамик будет упираться в обшивку что-то можно подрезать изнутри в отдельных случаях придется даже целиком вырезать кусок обшивки и закрыть декоративной решеткой как-то вот так динамики заменили звук стал ощутимо лучше но все равно есть куда расти какие бы хорошие не были мидбасы в дверях но низкие частоты они нормально отыгрывать не могут эта задачка для сабвуфера это просто обязательный элемент полноценной аудиосистемы основная проблема с сабвуфером это его размер и вес мощный сап маленьким легким быть не может так что где-то придется выделить ему место и закрепить чтобы не летал по салону или багажнику на кочках если места для такой крупной штуки нет то можно обратить внимание на вот такую тонкую модель она конечно не очень мощная но зато помещается под сиденье не забирая пространство в салоне чтобы подключить сабвуфер магнитоле у нее должен быть специальный выход обозначается как sw но есть нюанс без отдельного усилителя сап играть не будет так что в выход магнитолы подключается усилитель а уже к усилителю сабвуфер и то и другое можно купить по отдельности но для новичков будет проще так называемый активный сабвуфер тут усилитель уже встроен в корпус оба компонента рассчитаны чтобы работать друг с другом останется только протянуть провода и подключиться к магнитоле кстати подключиться к магнитоле можно и без специального выхода на ней потребуется сабвуфер с высокоуровневым входом в него подается сигнал прямо от основных динамиков после того как установили сабвуфер можно разгрузить основные динамики делается это в настройках магнитолы нам нужен пункт hpf фильтр высоких частот выставляем значение в районе 100 герц таким образом магнитола перестает подавать на мидбасы частоты ниже 100 герц что традиционно является прерогативой сабвуферов теперь каждый компонент аудиосистемы будет заниматься своим делом мидбасы играть средний диапазон а сабвуфер нижний улучшая звук в автомобиле надо в первую очередь понять какого результата нужно добиться для энтузиастов тут нет предела совершенству и бюджет аудиосистемы может порой сравниться с ценой самого автомобиля но это совершенно не значит что хорошего приятного звука нельзя добиться куда более скромными средствами начать можно откуда угодно хоть с добавления сабвуфера хоть замены динамиков хоть с шумоизоляции и не обязательно делать все разом можно шаг за шагом постепенно пока не получите нужный результат пока а